На самом деле тема ЖКХ, жилищно-коммунального хозяйства в России, превратилась в такую вечную тему, потому что мониторинги социального протеста показывают, что каждый год начинается с волны протеста по поводу ЖКХ. Что происходит? Как и в прошлом году, так и в этом году люди получают новые платежки. За январь обнаруживают новые суммы, которым, несмотря на все предшествующие объявления, даже слухи, люди оказываются не готовы. В прошлом году первый квартал был отмечен просто массой такой волной протестов по поводу тарифов ЖКХ. И, кстати, это заставило власти одуматься. Как обычно были наказаны регионы за слишком резкое повышение тарифов, были приняты всяческие поправки, тарифы сдерживались и так далее. И волна протестов сошла на нет. Уже вторая половина года показывала, что люди выходят, как правило, уже только под флагами КПРФ на такие организованные, можно сказать, ритуальные митинги. То есть эта тема стала классической традиционной темой КПРФ, ежемесячной, регулярной акцией. И уже нельзя говорить о волне низового протеста. Единственное, он концентрировался где? Там, где вводили социальную норму на электроэнергию, прежде всего в Ростове-на-Дону, в Ростовской области. И там, где были срывы работы ЖКХ. То есть несколько дней там не было горячей воды, отопление и так далее. Причем, если во второй половине года люди протестовали по поводу тарифов, так сказать, ритуально, как правило, были такие активистки или партийные митинги, то при отключении надолго горячей или холодной воды люди просто перекрывали улицы. То есть были такие очень агрессивные, но локальные акции. Сейчас нас ждет возвращение темы ЖКХ в протестную повестку. И, конечно, я совершенно уверена, в повестку обсуждения в правительстве и даже в Думе. Почему? Потому что в прошлом году была принята поправка. Эта поправка, по сути дела, обязует граждан платить за капитальный ремонт квартир, своих домов. Но я слышала несколько раз комментарии региональных начальников, что как же так, вы же приватизировали квартиру, или вы купили квартиру, вы за нее отвечаете, почему же вы не хотите отвечать за дом? Должна быть солидарная ответственность жильцов за дом. Но при комментариях они упускают почему-то одну такую маленькую, но очень важную деталь. Я, конечно же, отвечаю за свой дом. Я, конечно же, хочу, чтобы он был в хорошем состоянии. Но где же механизм в законе или уж тем более в практике управленческой, который давал бы мне возможность контролировать? Вот моему дому очень повезло. После многих мук и трагедий у нас организовалась очень хорошая ТСЖ, которая не ворует, которая очень хорошо управляет домом. Мы платим разумную квартплату и так далее. Но это же частный случай на самом деле. Если нет механизма устойчивого проверить, куда идут эти деньги, то мы прекрасно понимаем, что в стране появляется еще один канал длинных и совершенно неподотчетных денег. То есть они где-то будут аккумулироваться, и ни у кого нет возможности реально спросить. Потому что на самом деле такая цепочка получается, что даже особо и спросить-то будет низко. Эта поправка, кстати, вызовет еще одну волну углубления дифференциации между регионами. Потому что сейчас уже столичные регионы меньшую принимают норму платы с квадратного метра за капремонт, чем провинциальные регионы. Как правило, чем хуже с бюджетом, тем выше будет вот эта вот норма. Норма. Чем более ветхое у тебя в городе жилье, тем, значит, ты должен назначать более высокую норму. То есть социальное неравенство между регионами, которые так у нас очень велико, будет только углубляться. Я не говорю, что люди немедленно выйдут на улицу, но напряжение будет нарастать. И, конечно, тема ЖКХ опять окажется горячей в этом году тоже. Проблема здесь, как большинство российских проблем, такая системная, поэтому не очень понятно, как ее решать. Ведь с самого начала, когда стартовала приватизация, никто не задумывался о том, чтобы реально, гласно при этом оценить, а что мы приватизируем, а какие у нас коммуникации, а какие у нас основные фонды в жильческом и манерном хозяйстве, в каком они состоянии. То есть никто, разворачивая частное строительство, не подумал соотнести силу и уровень износа подземной коммуникации с теми заявками, которые от разных фирм поступают. Города застраиваются, и я более чем уверена, что экспертиза делается без учета массовой глобальной оценки возможности коммуникации. Это более системная проблема, чем отдельный тариф. Сейчас мы столкнемся с проблемой, с которой мы постоянно сталкиваемся, пытаясь хоть что-то сделать с нашей социальной сферой, в том числе со сферой ЖКХ. Единственный субъект, который способен планомерно, комплексно решать проблемы ЖКХ, управлять государство. Это на самом деле закон функционирования общественного сектора. Там, где речь идет не об индивидуальных, а об общественных проблемах. Там, где речь идет о выживании и воспроизводстве общества. Единственный субъект, который объективно способен этим управлять, государство. Но ведь не любое, не государство просто по статусу, а государство, озабоченное этими общими проблемами. У нас же государство в течение последних 20 лет делает одно. Оно устраняется от всех социальных обязательств, пытаясь их отдать на откуп либо гражданам, либо коммерческой сфере. Точнее, отдает их коммерческой сфере, и они автоматически становятся, эти обязательства становятся проблемой граждан. Но так не получится, потому что и жилищно-коммунальное хозяйство, и масса секторов социальной сферы связаны с общезначимыми проблемами. То есть невозможно на условиях индивидуального или коммерческого интереса решать проблему в отделе коммуникации, даже того же капитального ремонта. Проблему капитального ремонта можно было бы решить, можно было бы даже аккумулировать средства, если бы у нас были сильные общины, если бы у нас было сильное пресловутое гражданское общество, которое способно реально контролировать. У нас бы была практика обсуждения, как в Швейцарии, районного бюджета, где ты по каждой строке имел свое мнение и мог бы точно понять, сколько денег на это нужно, и знал, как ты будешь это контролировать. У нас такой системы нет. Поэтому сейчас нашу власть ждет бесконечный поток возмущенных писем. Будет, конечно, нарастание протеста. Опять будут приняты какие-то половинчатые решения, то есть временно отступят, с тем, чтобы протащить эту норму опять потом, когда все затихнет. Вот и все. Но пока эта проблема не будет решаться, система как общегосударственная, она решена никогда не будет. То есть мы будем жить от катастрофы до катастрофы, от протеста до протеста. То есть делая шаг в сторону коммерциализации, потом полшажка в сторону каких-то социальных уступов, когда уже население очень развозмущало, или когда что-нибудь где-нибудь опять рухнет. Субтитры создавал DimaTorzok